Всем привет, меня зовут Антон Громов. 20 апреля космический корабль SpaceX Crew Dragon взорвался во время испытаний. Это был тот самый корабль, который успешно слетал на МКС и вернулся в начале марта, и теперь его готовили к испытаниям системы аварийного спасения в полете. Идея их в том, что корабль должен лететь на ракете и в момент максимальной аэродинамической нагрузки отделиться и быстро свалить от нее подальше на собственных двигателях. И вот как раз эти двигатели это то, что заметно отличает корабль SpaceX от других пилотируемых кораблей, потому что на Союзах, например, для этого используются твердотопленные двигатели, установленные на специальной мачте и в обтекателе. А в SpaceX решили использовать жидкостные двигатели и встроить их прямо в стенки корабля. Они называются Super Drake, испытываются уже больше семи лет и для горючего используют гидрозин, а для окислителя азотный тетраоксид, как наша ракета Протон. Правда, в Протоне другой вид гидрозина, они бывают разные, но смысл в том, что, во-первых, жидкое топливо-взрывоопасно, а во-вторых, эти вещества могут убить и без всяких взрывов. Но давайте по порядку. Корабль вернулся из космоса 8 марта. Миссия закончилась полным успехом на всех этапах. Вот смотрите, как его вылавливали из воды. Его начали готовить к повторному испытательному полету, о котором я говорил. Проводили всякие тесты, но когда попытались зажечь двигатели… Да, неаккуратненько получилось. Облако дыма было видно за километры. Неизвестно, сколько там было этого добра, но во время испытания в полете должно быть полторы тонны азотного тетраоксида и тонна монометилгидрозина. И посмотрите на цвет. Ничего не напоминает? Это весьма ядовитые пары. В 70-х, во время возвращения из космоса американского экипажа миссии «Союз Аполлон», такие пары оказались в кабине, потому что из-за ошибки выпускались из аппарата наружу и тут же попадали внутрь через воздухозаборник. Один астронавт даже потерял сознание, и все трое заработали химическую пневмонию и две недели провели в больнице. Короче, этой хренью лучше не дышать. К счастью, радар показал, что в этот раз ветер сразу унес это все в океан. Но надо сказать, что наличие этой адской смеси на пилотируемых кораблях – это не редкость. Гидрозин использовался и на Аполлонах, и сейчас на нашем Союзе. Но давайте вернемся к аварии. Я сразу вам скажу, что никаких ответов сейчас ждать не стоит. Информации мало, но я постараюсь выжать из нее максимум. Видео выложил в Твиттере инженер НАСА, который работает в космическом центре Кеннеди, где проводились испытания. И ролик явно не фейк. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но помните вот это видео? Остановим его, вырежем корабль и... вот, так гораздо лучше. Смотрите, все совпадает весьма неплохо. Окей, теперь посмотрим на следующий кадр. Конечно, тут очень сложно сказать, откуда пошел взрыв, но мы можем, по крайней мере, сделать так, а потом вот так. Наверху у нас люк и иллюминатор. Под люком находится парашютный отсек, а вот правее от него – топливный бак. Есть еще вот такая картинка, и тут мы видим два места для установки баков. Двигатели Супер Дрека используют вытеснительную схему подачи топлива. Это значит, что там нет насосов, а вместо них в баках создается большое давление, которое выдавливает топливо в двигатель. Для этого используется так называемый газ наддува, в данном случае гелий. Давайте представим тут два бака. Мне кажется, что гелий подается в баки сверху, вот в этих двух местах. А вот тут снизу топливо выходит из баков и по трубам идет наверх двигатели. Причем одни и те же баки используются и для главных Супер Дрейка, и для маленьких двигателей ориентации Дрейка. Я вот только так и не понял, какой из компонентов в левом баке, который был ближе всего к центру взрыва. Левая секция выглядит побольше, так что, возможно, там окислитель, которого на корабле должно быть в полтора раза больше, чем горючего. Это то, что известно о двигательной установке Крю Дрэгон. Я сомневаюсь, что взрыв произошел в самом двигателе, скорее он как-то связан с топливной системой, но конкретную причину сейчас, понятное дело, не назвать. В лучшем случае окажется, что аномалия была вызвана воздействием морской воды, в которой побывал корабль, или каким-то другим последствием полета. Правда, во время миссии DM-1 двигатели были закрыты специальными заслонками, как раз чтобы этого избежать. В этом случае, скорее всего, значительных изменений не понадобится, и SpaceX сможет относительно быстро восстановиться. Я имею ввиду относительно других вариантов. Запуска людей на Драконе в этом году уже в любом случае ждать не стоит. Более вероятный вариант это какая-то недоработка в дизайне или сборке корабля. В этом случае, конечно, понадобится значительное время на расчеты и внесение изменений, а потом на их тщательную проверку. Сколько именно времени будет зависеть от причины аварии. Возможно, NASA потребует от SpaceX еще один беспилотный полет к МКС перед тем, как сажать людей на корабль. В любом случае, одну капсулу SpaceX потеряла. И для испытания SAS в полете придется либо строить новую, либо использовать одну из тех, что предназначались для следующих полетов. Например, для миссии DM-2, которая должна была отправить людей на МКС ближе к концу этого года. Так что, в любом случае, это большой удар по планам компании, даже если причина окажется незначительной. И, надо сказать, большой удар по репутации SpaceX. Кадры это, конечно, просто ужасающе, если представить, что в корабле должны будут находиться люди. Конечно, очень хорошо, что неполадку удалось выявить во время испытаний на Земле, а не в настоящем полете. Как сказали в компании, испытания для того и проводятся. Но меня порядком напрягает тот факт, что от Илона Маска больше, чем за сутки после инцидента, не было об этом ни слова. Очевидно, ему пока нечего сказать, и это плохо. В любом случае, я призываю всех не делать далеко идущих выводов, а дождаться результатов расследования и узнать причину аварии. Конечно, многие сейчас восторжествуют из-за того, что американцам теперь может понадобиться докупить еще мест на Союзах. Но, друзья, не надо злорадствовать и не надо разделяться на лагеря. SpaceX делает только первые шаги в пилотируемой космонавтике. А наш корабль «Союз», который сейчас самый надежный в мире, на заре своего развития тоже имел проблемы. Потому что, к сожалению, это нормально для космической техники в любой стране. Так что пожелаем инженерам SpaceX поскорее разобраться в проблеме и решить ее. Меня зовут Антон Громов. Подписывайтесь на «Море ясности» и «Космос» станет яснее. Пока! Продолжение следует...